Ну что, Оксана, именно так вы и представляли в своих снах этот праздник. Сознайтесь. Конечно. Но мне кажется, что будет еще интереснее, еще классичнее. А сейчас... На эту сцену... Вы знаете, почему мы растягиваем слова? Чтобы успел появиться на этой сцене... Самый многочисленный народ Российской Федерации, но один из самых. Один. Чью родину называют «Край ста тысяч слов», «Ста тысяч песен», «Ста тысяч вышивок». А еще называют «Край ста тысяч возможностей». Ну, родина прославленного Камдива Чапаева. Ну, кто уже догадался? Здравствуйте! Чувашия, говорят! Конечно. И мы приглашаем на эту сцену, вы угадали, полномочного представителя Чувашской Республики при президенте Российской Федерации, Волкова Леонида Валерьевича. Здравствуйте. Ну, вам снова Леонид Валерьевич. Дорогие москвичи, уважаемые гости столицы, мне очень приятно представлять здесь Чувашский народ и поздравить вас с этим замечательным праздником. С днем рождения нашей любимой столицы! Чувашский народ в составе российского государства уже почти полтысячелетия. И за это время не было ни одной вражды, ни одного конфликта ни с русским, ни с какими другими народами. И не будет! И не будет! Москву и Чувашию связывают давние дружеские отношения. Москвичи во главе с Иваном Грозным освобождали Чувашский народ от монгольского ига. А затем уже в смутное время Чувашский народ в составе Нижегородского ополчения во главе с Мининым и Пожарским освобождал Москву от пульских спутянов. А в годы Великой Отечественной войны Чувашский народ вместе с остальным советским народом защищал Москву от немецко-фашистских захватчиков. После Октябрьской революции, особенно после Великой Отечественной войны, москвичи помогали создавать и развивать промышленность Чувашской республики. И сегодня Чувашия – современный регион, где с одной стороны сохраняются народные традиции и самобытность, а с другой стороны развиваются инновации и промышленность. В этом году в Чувашии впервые в России открылся завод по производству солнечных батарей. Чебоксары – центр электротехнической промышленности. И приглашаю вас всех в Чувашию насладиться прелестями республики, ну и, конечно, попробовать чувашского пива. Спасибо! А ведь мы приедем! Мы приедем! Большое спасибо! Полномочный представитель Чувашской республики, предпредседент Российской Федерации, Волков Леонид Валевич, и светлое будущее уже наступило. Друзья, у нас свои солнечные батареи! Да! Вы представляете, какие будут маленькие счета за электроэнергию? Конечно же, выгрузиться в культуру чувашского народа. И полностью, Чувашская республика, конечно, и полностью почувствовать на себе, как это весело, задорно и красочно нам поможет. Оксана, не волнуйтесь, вы уже просто представили себе отдельный коттедж, на нем солнечные батареи, и что вы ни от кого не зависите. Все это будет, а сейчас, а сейчас, народный коллектив, Московский Чувашский хор, Атал, что в переводе означает? Волга! С песней «Любимый город»! Под ваши аплодисменты! Посмотрите, какие великолепные костюмы! Красивые звонки! Слушайте, ну надо как следует аплодисменты, чтобы пошло, пошло дело! С Oyster «Любимый город»! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Чувашскому холлу Атол и художественному руководителю и дирижеру коллективу Галине Никитиной. Спасибо вам большое, у которой всегда есть подарки. Поздравляем вас с днем города. Спасибо большое, что были с нами сегодня. Надеемся, в дальнейшем провожаем вас под аплодисменты. Спасибо. Спасибо большое. Заметьте, кстати, что женские костюмы необыкновенны тем, что напоминают мужское боевое снаряжение. Кольчуга, шлем, шелом. Монеты, чтобы всегда были в доме. Понимаете, женщина, она, конечно, на кухне, но она, в общем-то, воин. Она, если что, как бронепоезд на запасном пути, всегда готова и может.